Деревянные постройки расположены рядами на минимальном расстоянии друг от друга. Из-за этого огонь быстро перекидывался на соседние крыши беседок. Пожар удалось потушить менее чем за час. По словам сотрудников МЧС, площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В данный момент идет проливка и разбор завала. Огнем были охвачены не все беседки. Часть сооружений все-таки уцелела. Несмотря на пожар, работники соседних построек продолжали обслуживать покупателей. Многие здесь уверены, это поджог, но открыто об этом говорить боятся. Большинство сотрудников торговых рядов пришли на работу к 9 утра. Вот только приступить к своим обязанностям они не смогли. Многие точки сгорели дотла. Все горит, все. Никто ничего не знает. У всех шок. В МЧС рассматривают несколько версий причин возгорания. Это электротехническая неисправность, неосторожное обращение с огнем и поджог. Кроме вызванной бригады скорой медицинской помощи, также прибыли сотрудники полиции, патрульно-постовой службы полиции, следственная оперативная группа отдела полиции Юдина, следственная оперативная группа управления МВД России по городу Казани, а также дознаватели Государственного пожарного надзора, которые провели осмотр места пожара, изъяли все необходимые вещественные доказательства. Это не первый пожар на территории шашлычного двора. В мае 2016 года на Лебяжьем полностью сгорел ресторан «Нарад», а спустя год загорелся банкетный зал базы отдыха Лебяжьем.